Добрый день, друзья! Сегодня мы в плодовом саду при питомке Саватеевых покажем вам обрезку плодовой яблони. Делать мы это будем вместе с кейсом ваномерным технологом нашего питомника, объясняя все нюансы. Когда мы режем плодовое дерево, в данном случае плодовую яблоню, мы добиваемся следующего эффекта. Крону нужно как можно больше открыть, ветки нужно как можно больше вывести в горизонтальное положение, потому что на таких ветках у нас будут более крупные, более мощные плоды, они больше солнца получат. И убрать все ветки, вот эти волчки, которые растут вертикально вверх. То есть весь вертикальный рост, однолетний, да, без плодовых почек, мы удаляем. Начинаем обрезать с верхушки. Я удаляю все ветки, которые растут вертикально вверх и на которых я не вижу плодовых почек. Итак, посмотрите, пожалуйста, все, что стремится вверх, мы убираем. И с каждым годом, с каждой обрезкой мы, как видите, вот скелетные ветви отводим все больше и больше в горизонтальную плоскость. Если бы мы не делали обрезки, это была бы очень высокая яблоня, высотой не меньше пяти метров, с вертикально растущими побегами, очень загущенная. И плодов на ней было бы не много, они бы были не крупные. Посмотрите, вот эти вот ветки, тут уже видны плодовые почки, они все с плодовыми почками. И я считаю, что эта ветка будет очень тяжелая, она просто сломаться может. Поэтому он удаляет ветку даже с плодовыми почками немного, облегчая таким образом, чтобы эта ветвь не обломалась в конце концов. Удаляем ветви, которые загущают крону. Делаем вот все места, где очень много веточек растущих близко друг к другу, более открытыми, более осветленными. Например, вот здесь, вот с этой стороны, где стоит кейс, там нету ветки. И он говорит, можно одну растущую сейчас вертикально вверх молодой побег один оставить, а потом его с помощью веревки вот так вот вывести в горизонт. Весной, когда снег стает, мы можем уже в землю войти, мы эту ветку выведем в горизонт и, соответственно, дадим ей расти вот в ту самую сторону, где сейчас находится кейс, где есть такая как бы вот дыра в кроне. Мы хотим вам показать плодовую яблоню, на которой обрезка уже завершена. Как видите, вот она имеет вообще такую плакучую форму кроны. Никакая она не плакучая сама по себе. Это все достигнуто многолетней обрезкой в горизонт. И вот после обрезки текущего года, как видите, нигде не осталось торчащих вверх побегов. Крона прорежена. Вот в таком виде она сейчас уйдет в цветение и в плодоношение. Крона прорежена. Крона прорежена.